26 марта отмечается Международный день одиночества. Этот день призван напомнить всем, что иногда даже самым активным и веселым людям, которые считаются душой компании, надо отдохнуть и побыть наедине с самим собой. Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. Человек – существо социальное, но несмотря на это, даже самым коммуникабельным людям и экстравертам иногда нужно побыть в одиночестве. Уединение позволит восстановить внутреннюю гармонию и равновесие, восполнить запасы энергии, большие ресурсы которой уходят на общение с окружающими. По мнению специалистов, оставаться самим собой один на один необходимо для того, чтобы остановить бесконечный внутренний монолог, повысить концентрацию внимания и четкость мышления. А как к одиночеству относятся тверичане и считают ли они его полезным, узнали на улицах города. Личное пространство – это, конечно, важно, как бы помыслить там, но все равно находиться в обществе как-то более комфортнее. Поэтому одиночество для меня – это плохо. Мне нравится и в одиночестве находиться, бывает, отдохнуть просто от всех. От работы. От работы, просто от людей побыть наедине с собой. Но, естественно, я и в обществе хочу находиться всегда. Вы знаете, я никогда не была одинока, поэтому не знаю. Но, наверное, для меня слишком угнетающе. Нам очень нравится. Да, очень нравится. Когда можно заняться своими делами любимыми. Своих мыслях, свои какие-то любимые дела. Да. Когда никто не мешает. Заняться каким-то действительно творчеством. Да. Что-то там повязать, почитать. Читать очень нужно много. Обязательно. Сволочь. Одиночество – ука. Мнения тверичан разделились. Одни негативно относятся к одиночеству, другие же считают, что иногда это просто необходимо. День одиночества не несет негативной окраски. Он призывает лишь на время отречься от насущных проблем. И сознательно ограничить себя в общении с людьми. Чтобы погрузиться в свой внутренний мир и заняться делами, на которые раньше не хватало времени. Как сказал выдающийся ирландский драматург и романист Джордж Бернард Шоу, уметь выносить одиночество и получать от него удовольствие – великий дар.